Всем привет! Меня зовут Алена. Я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня понедельник, 30 декабря. Начинается новая вышивальная новогодняя неделя. Неделя это, конечно, 100% новогодняя, но я не уверена, насколько вышивальная она будет. Но посмотрим. В первую очередь хочу вам показать мою невесту. Буквально сегодня утром я вам показывала ее, у меня немножко заговаривает язык, потому что я сейчас только что завершила съемку видео о всех моих готовых процессах. Вот видите, тут сейчас на гладильной доске все это разложено. Буду приводить в порядок, буду обратно на место вешать, так что, да, уже немножко могу заговариваться. Так вот, я в конце прошлой недели, которая, собственно, сегодняшнее утро являлась концом прошлой вышивальной недели, я вам успела показать готовую работу, но еще на станке. Только-только доделала, пришила последнюю бисеринку и сразу вам показала. Ну вот, а сейчас она уже отутюжена, постирана. С бисером все хорошо. Ни в процессе утюжки, ни в процессе стирки он не пострадал. Работой я, конечно, безумно довольна, особенно довольна тем, что мне удалось все же завершить ее именно в этом году. Потрясающе красивое платье, изумительная невеста, очень красивая фата. Вот действительно, за счет этого полукреста она смотрится таким чем-то воздушным. Ну что ж, на сейчас у меня ближайшие планы – это приведение в порядок всех моих готовых работ. Нужно на место все повесить. Сегодня нужно разобрать все, что осталось от невесты, все привести в порядок нитки. Я не хочу это как обычно, знаете, у меня там неделю и месяц может лежать неразобранное. Я в этот раз так не хочу, именно сейчас таким вот порядком такой организации и займусь. И после, ну даже не после, я не знаю когда, скорее всего всего ночью, мне нужно будет вышить на моем котике что-то около 150 что ли крестиков. В общем, дело в том, что мне немножко не хватило. Вот здесь вот бисера там, фату, все, что я вышивала, мне буквально 150 крестиков не хватает на ход. А доделать ход нужно именно сегодня, потому что завтра и первого числа, естественно, выходные проверок не будет. А мне все-таки хочется иметь какое-то слово, очередное контрольное слово, с которым я смогу уже дальше свои работы вышивать и принимать участие в игре. Поэтому из вышивального на сегодня только котик. Конечно же, нужно начинать собираться. Завтра мы уезжаем и, ну хотя у нас нет четкого времени, когда мы должны уехать. Это место, где мы будем отдыхать, находится недалеко от нас. Собственно, встали там, собрались, что-то доделали, приготовили, погрузились и поехали. Тем не менее, какие-то основные приготовления и сборы я хочу завершить уже сегодня. И, соответственно, вышивку я тоже буду собирать сегодня. До сих пор еще не знаю, что собрать, потому что то, что хотела, не получается, что получается, не то, что не хочется. В общем, не знаю, полный сумбур в голове. Я вот одно важное дело сделала, видео записала, все, сейчас разберусь, а дальше уже буду думать. Потом вам покажу, когда надумаю, что же в итоге с собой решила врать. 31 января на календаре, Новый год стремительно приближается. Мы в активной фазе сбора вещей в нашу поездку, так что сейчас быстро-быстро показываю, что с собой беру и вообще чем буду заниматься. Значит, вчера я доделала вот здесь вот у котика щечку, пока занималась адаптированием видео. Выполнила вот тот необходимый минимум, который мне нужен был для того, чтобы завершить задание. Так что кодовое слово я получила, все, счастливо, довольна, но котик остается дома. Осталось у меня, как видите, совсем-совсем немножко, так что это прям, ну, супер кандидат на завершение в январе. Беру с собой я вот как раз то, что доделать не успела. Буду завершать этот блэкворк. Вот здесь доделаю еще одну трапецию. И я беру с собой маленькие такие пяльцы. Это самые маленькие пяльцы, которые у меня есть. Это там дети с ума сходят. Самые-самые маленькие пяльца. У меня здесь отклеилась наклейка, я не знаю, сантиметров 8, наверное, они. Да, там мальчики буянят. В общем, беру, чтобы доделать рамку. Вот взяла вам показать на схеме. То есть у меня осталось, ну, вот здесь вот по диагонали немножко крестиков. Осталась вот эта самая большая рамка и две вот такие тоненькие линии. Тоненькие, тоненькие. Да, солнышко, сейчас можно? Мне буквально одну минуточку осталось. Вот, значит, это я как бы беру как основной процесс. Ну, и вдруг у меня будет много... Не надо это трогать. Пожалуйста, одну минуточку маме осталось. Пожалуйста, вот, смотри. Нет-нет-нет, ты не лезь сейчас в кадр. Не надо. Значит, если вдруг я это закончу, вы же знаете, я про запас с собой всегда на всякий случай что-нибудь люблю брать. Я тогда возьму вот этот вот... Ой, Егорка, ну, вылези из кадра, пожалуйста. Возьму с собой вот этого снеговика, потому что он маленький, здесь все есть, нитки есть, все у меня разобрано. Вот, вон там уже мой начатый кусочек, заднюю часть я начинала вышивать, так что это малюсенький наборчик, места много не займет, пусть будет, на всякий случай. Но, конечно, основная моя цель, основное мое желание за эти несколько дней, мы там до 3-го числа, очень хочу вот эту работу закончить. Ну, без бисера, конечно, нет, бисер я с собой не беру, бисер буду пришивать дома. Все, вот такие планы, быстро-быстро, бегом-бегом, дети вокруг, ну, что поделаешь. Так что вам всем желаю замечательного Нового года, отлично его встретить, я постараюсь что-нибудь вам с нашей поездки поснимать, показать. О, а это пришел муж, все, я побежала. Круто? Да, можно послушать. Это кто такая? Это лошадка? Как она разговаривает? Иго-го? Утро 2-го января, у нас замечательная зимняя погода, выпал снежок, очень здорово все, конечно же, вышивать не получается совершенно. Прогулки, празднования, ну, в общем-то, я предполагала, что так будет, покажу вам тот небольшой кусочек, который мне за эти дни удалось вышить. Ну, собственно, вот, как видите, я все еще, где фокус, вот, все еще нахожусь в процессе вышивки этой трапеции, последней, ну, хотя бы ее-то, я надеюсь, все-таки за эти праздники, я имею в виду за те дни, пока мы здесь отдыхаем в этом коттедже, и надеюсь это все дошить, но то совсем как-то грустно. То есть, конечно, и ватрушки, и прогулки, и все это круто, и игры с друзьями тоже здорово, но вот вышивки мне очень-очень пока не хватает. Вот, ну ладно, сейчас по расписанию опять ватрушки. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, сегодня уже суббота, 4 января, предпоследний день этой новогодней вышивальной недели. Вчера мы уехали из коттеджа, где встречали Новый год. Я умудрилась с утра проснуться совершенно разбитой, заболевшей. Ну, конечно, обидно, кому хоть вообще болеть обидно на каникулах, тем более. Но благо хотя бы сам Новый год, сам праздник встретить удалось. Ну, не знаю, может быть, пока я выбегала там раздета из дома, где-то простыла. Не суть важна сегодня, я уже более-менее хорошо себя чувствую вчера, конечно. Но пока приехали, разбирались, всё было так достаточно трудно. Я, главное, вечером приготовила вышивку. Думаю, сейчас вот я всё уберу, всех уложу и отдохну, повышиваю. Я, ну, конечно, просто завалилась спать. Сил мне было совершенно, но сегодня мне уже получше. Я утро, как вы видите, показываю вам сейчас, натянула свою вышивку уже на раму. Это самое, вот я тут в спальне на кровати расположилась. Это моя самая маленькая рама, которая у меня есть от Тарабески. И, по-моему, она, в принципе, самая маленькая у них, сантиметров сорок, по-моему, она вот здесь вот в ширину. Очень хорошо всё у меня как бы разместилось удачно. Как видите, я сейчас вот так вот вниз сильно сместила вышивку. То есть я буду вышивать сначала вот так вот всё по контуру, но потом немножко перетяну и уже доделаю нижнюю часть. За выходные, за новогодние вот эти праздники, вы видите, что мне удалось вышить, я даже не доделала. Ну, тут буквально вот, не знаю, одна ниточка осталась. Не смогла я доделать эту трапецию, но что ж, зато мы хорошо отпраздновали. В принципе, я предполагала, что вышивку будет не так много времени, к тому же там почему-то очень плохо спали дети. То ли из-за того, что много новых людей, как-то очень активно там всё, знаете, так шумно и, ну, что-то их волновало. В общем, постоянно они просыпались, поэтому толком я не вышивала. Ну, вроде вчерашняя ночь показала, что дома всё вернулось на круги своя, всё у нас с режимом хорошо. Так что, ну, надеюсь, да, я вернусь к своему прежнему вышивальному графику. Так что в ближайших планах, конечно же, завершение этой работы. Также показываю вам свой второй хвост, да, такое то, что было недоделанное с прошлого года. Это, ну, вы знаете, мою любовь к таким красивым, как сказать, круглым цифрам. Ну, в общем, идеально было бы закончить за эти два дня обе эти работы. По факту осталось действительно немного. Правда, немного. Вот здесь, считайте, из трудного только. Ну, не то, что трудно. Вот эта одна осталась рамочка из таких цветочков. Это не трудно, это нужно просто сесть, и чтобы пару-тройку часов никто не трогал. К тому же, когда вышиваешь один и тот же элемент, то там дети подарки делят новогодние. Да, сейчас я пойду решать. Итак, всё, патрулевоз подаренный поделили, игрушки поделили. Вроде всё тихо, спокойно. Так вот, что я там говорила. А, что вышивать это всё несложно. У меня осталось из такого объёмного. Это вот такой же бордюр, да, из этих цветочков. Когда вышиваешь один и тот же элемент достаточно долго, ну, и много их здесь будет, этих цветочков, вышиваешь просто как робот. Правда, уже настолько точное движение, настолько знаешь, где, когда, куда, как бы иголочкой, ну, в общем, правда, знаешь, всё. Нужно просто вот сесть и сделать. Поэтому теоретически это всё реально. Здесь тоже, несмотря на то, что осталось достаточно много, сколько здесь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, ну, тысяча, не знаю, тысяча двести, может быть, крестиков, но они шьются очень-очень быстро. К тому же я хочу всё-таки попробовать закрепить вот на этой же раме потом эту работу и попробовать вышивать двумя руками. Мне кажется, двумя руками вообще должны всё поделить. Да что ж такое-то мне не дают? Нет, слушайте, это решительно невозможно. Нет. Наверное, мне всё-таки не нужно загадывать о том, что я вышью за эти два дня вот это вот всё, потому что если я не могу даже остаться на пять минут одна, чтобы меня никто не трогал и чтобы я записала малюсенькое для вас включение, то каким образом мне остаться в тишине, покое и одиночестве для того, чтобы всё это выжить, я не знаю. Правда, очень простая осталась работа, но она требует времени, как бы из ничего ничего не берётся. Мне нужно действительно потратить на это приличное количество часов, но вот остался главный вопрос, где их взять. Да. Ну, конечно, хотелось бы. Вот они. Два кандидата на первые финиши 2020 года. А ещё нужно обязательно снять видео с планами. План это уже есть. Я построила, но не знаю, с учётом того, что я сейчас ещё не очень здорово, не очень хорошо говорю. Когда всё это сделать, я не знаю. К тому же и дети дома. Вот как можно снимать на каникулах вместе с детьми, я не представляю. Ладно, всё. Пойду я пока заниматься делами, но надеюсь, что вечером смогу хорошо повышевать. Ну что ж, рассказывала я вам про свои планы, рассказывала, но, как говорится, хочешь, да, размешать Бога, расскажи ему о своих планах. Ну, в общем, вы видите, что мне удалось вышить. Мне удалось вышить чуть-чуть больше, чем четверть рамочки вот этой цветочной. Время уже завершать эту вышивальную неделю. Конечно, выходные с семьёй. Это безумно важно, интересно, приятно. Вообще праздники это здорово. Внезапные внеплановые гости, общение. Всё прекрасно, с исключением того, что просто некогда вышивать. Вот физически сесть за вышивку просто некогда. А вечером я падаю в кровать абсолютно без сил. Поэтому я уже с каким-то тоже таким нетерпением жду, когда же начнётся рабочее время. Начнётся рабочий день у мужа, старший сын отправится в садик. И как-то, когда мы вдвоём дома с младшим ребёнком, всё-таки более-менее я успеваю. Немножко времени своего времени-времени. Что-то у меня не совсем красивые фразы получаются, но я думаю, вы смысл их понимаете. Я жду, когда начнутся рабочие дни, чтобы наконец-то иметь возможность сесть и спокойно повышевать. Ну, а пока что есть, то есть. Перехожу я с этой работой в следующую неделю. Не получилось у меня феерического никакого финиша. Ни одного, ни второго. Ну что ж, зато встретили Новый год. Отлично съездили, отметили. Всё было просто прекрасно. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Наши маленькие там зарисовочки с прогулок тоже были интересны. Спасибо вам большое за внимание и до встречи в следующем видео. Пока!